С начала года жертвами укусов клещей на Ставрополье стали более 250 человек, из которых большая часть это дети. Поэтому, чтобы не допустить укусов, нужно вовремя предпринимать меры профилактики. Специалисты Центра дезинфекции провели обработку от клещей на территории детского сада номер 65. Должность моя директора Центра дезинфекции. Клещевые обработки, они с 1 апреля очень сильно актуальны и востребованы. Ежегодные мероприятия плановые и внеплановые проводятся. Это с 1 апреля по 31 июля. Клещевые обработки, они в основном школы, садики, в первую очередь, скажем так, лагеря. Что касается крыс, один раз в месяц вполне достаточно провести обработку и эффект будет очень-очень хороший. Что касается клещей, один раз в два месяца. Но, опять-таки, по крысам и клещам надо понимать, что сезонный фактор имеет место быть. Если мы говорим о крысах, как я говорил ранее, то это с 1 сентября по конец декабря. Он может быть пролонгирован в зависимости от погодных условий до 1 марта. Один раз в месяц вполне достаточно. Если мы говорим о клещах, то, опять-таки, сезонный фактор с 1 апреля по 30 августа. И один раз в два месяца, то есть за сезон от клещей, значит, 3 раза вполне достаточно обработаться. Это, скажем, апрель, июнь и август. Что касается крыс, за сезон, ну, вот раз в месяц, где-то 6 раз в год вполне будет достаточно, чтобы избавиться от этой заразы, от этого нашествия. Грызуны, они имеют сезонный фактор. Это в сезон с сентября по декабрь, тогда, когда холодает, и грызуны, соответственно, бегут в помещение. Вот в сезон, вот они тоже очень-очень сильно востребованы, так как те же самые грызуны, они являются переносчиками очень опасных инфекций, таких как чума, скажем так. Если, значит, вспомнить, даже средние века, когда нашествие чумы было, как раз-таки источником заражения, первоисточником, да, являлись и крысы в первую очередь. Применяется метод, скажем так, двойного действия, то есть мы раскладываем картонные ловушки, и помимо этого мы еще генератором холодного тумана распыляем данный препарат, который смешивается в пропорции 100 мл на 10 литров воды. Вот, и все это в виде тумана распыляется, и через, скажем, 6-8 часов хозяин квартиры, либо хозяин офиса, либо хозяин, там, не знаю, еще каких-то помещений может уже появиться. Стараемся закупать препараты самые дорогие, потому что, если брать дешевые препараты, никакого эффекта нет, уже проверено годами. Компания уже около 10 лет ведет борьбу с насекомыми и грызунами, а также проводит все виды дезинфекции. Однако клещи – это сейчас не единственная угроза. С приходом пандемии коронавируса востребованными стали не только сезонные обработки, но и дезинфекция помещений от вирусов. Ну, дезинфекция, она разная бывает от микроорганизмов, от грибков, от всяческих вирусных инфекций, скажем так. На данный момент у нас сейчас головная боль всего нашего государства – это коронавирусная инфекция COVID-19. Вот на данный момент, скажем так, огромное количество заявок именно по дезинфекции от коронавирусной инфекции COVID-19. Просто масштабное количество заявок. То есть чаще выезжаете именно по этим заявкам? Скажем так, 99% заявок, если брать вид работы дезинфекции, на данный момент именно от коронавирусной инфекции. Если брать дезинфекционные мероприятия от коронавирусной инфекции COVID-19, на рынке препаратов довольно-таки масштабное количество препаратов, оно большое. Хотел бы выделить такие препараты, как Дезэффект Эконом, Сипатасан-Т и в первую очередь Септадор. Значит, в чем главная особенность именно данных препаратов? В том, что в инструкции данных препаратов обязательно должно быть написано, что данный препарат, он именно от противовирусных инфекций. Если там написано только грибок, либо микроорганизм, он не подходит. Обработки очень эффективны. Вот, гарантию, безусловно, мы даем. Если мы говорим о периоде, где нет пандемии, скажем, эпидей в нормальное время, то гарантия от месяца до трех месяцев в зависимости от вида работы. Если мы говорим о данном моменте, то есть сейчас у нас бушует пандемия, гарантию больше недели-двух, скажем так, тяжело дать, потому что есть зараженные люди, к большому сожалению, и, соответственно, значит, если обработали мы какое-то предприятие, зараженный человек зашел через неделю, действующее вещество перестало действовать, ну и, соответственно, нужно проводить обработку. Центр дезинфекции проводит обработку в любых помещениях, будь то офис, частный дом или квартира. В генератор заливается специальный раствор, затем специалист распыляет его по всему помещению. Препараты, которые Центр использует для дезинфекции, обладают высокой антимикробной активностью в отношении различных микроорганизмов, в том числе и вирусов. После того, как облако осядет, помещение необходимо проветрить. Такой способ обработки имеет длительное действие и подходит для помещений любого размера. Эффект держится одну-две недели. Дезинфекция в квартирах также мы можем делать. Это как раз-таки генератором холодного тумана. Те же самые препараты, то, что я говорил ранее, нет. Дезинфекцию можем и очаговую делать, дезинфекцию тогда, когда человек уже заболел и находится в больничном учреждении в боксе. Можно и профилактическую дезинфекцию сделать на упреждение, скажем так, не дожидаться болезни. По дезинфекции, как советуют специалисты, специалисты, вирусологи, инфекционисты, как рекомендуют администрации города, на данный момент в период пандемии, жесткой пандемии, проводить это ежедневно. Это, конечно же, самый оптимальный вариант. Но надо понимать, что стоимость не такая маленькая данных работ. Хотя мы всем делаем скидки, безусловно, и пенсионерам, и ветеранам. Как бы это все понятно. Но тут надо понимать, насколько население способно действительно ежедневно оплачивать данные услуги. В принципе, это вот мое личное мнение, раз в неделю вполне достаточно, если мы делаем качественным препаратом. То есть, если это препараты более длительного действия, остаточных действий которых хотя бы 3-4-5 дней, да, и дорогие, желательно дорогие препараты, чтобы был хороший эффект. Большое спасибо. Хотел бы поблагодарить всех граждан города Ставрополь и Ставропольского края, и пожелать не болеть, оставаться на данный момент дома, так как данная пандемия, она действительно имеет место быть. Вот, и берегите себя, пожалуйста. В любых помещениях могут скапливаться разные микроорганизмы и вирусы, способные нанести вред человеку. Они вызывают различные заболевания, ухудшают самочувствие и подрывают иммунитет. Обезопасьте себя и своих близких. Звоните по номерам, указанным на экране. Центр дезинфекции поможет вам сохранить свое здоровье в условиях пандемии. Дарья Семеренко, Павел Селиверстов, АТВ Ставрополь.